Здравствуйте, дорогие девятиклассники! Продолжаем наше занятие. Занятие наше посвящено орфографическому анализу. Сегодня мы попытаемся в рамках одной темы, а именно чередующиеся гласные в корне слова. Итак, перед нами тематические задания. Они посвящены одной этой теме. Задание пятое. Даны верные объяснения или неверные объяснения написания выделенных слов? Наш ответ надо написать номера, комбинацию цифр. Итак, читаем эти слова, примеры. Примерять костюм, равнение в строю, сжигать, сотворить чудо, подниматься в гору. Ребята, обращайте всегда на тот момент, что некоторые слова могут быть амонимичны. Это может быть слово-близнец, в котором нет и даже и не должно быть безударной чередующейся гласной. А может быть, вам ловушка иногда бывает, попадается, где слово может быть у вас даже с проверочной, с проверяемой безударной гласной в корне слова. Итак, давайте решим это задание по порядку. Последовательно. Примерять костюм. Читаем, что написание безударной чередующейся гласной в корне объясняется отсутствием суффикса а. Примерять костюм. Действительно ли есть чередующаяся гласная? Можно же подобрать. Подобрать, посмотрите, значение слова и обязательно внимание на морфемы. Итак, примерять. Мерка. Следовательно, это неправильный ответ. Мы этот вариант исключаем. Можем поставить плюс или зачеркнуть, вычеркнуть этот вариант. Итак, второй вариант. Равнение в строю. Читаем формулировку. Написание безударной чередующейся гласной в корне зависит ли от лексического значения слова. Ставим вопрос. Действительно ли это так? Итак, проверим нашу догадку. Находим здесь чередующуюся гласную в корне равен. 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 Ровен. Действительно, это чередующаяся гласная в корне. И зависит она действительно от лексического значения слова. Равный. Равнение в строю. И ровный. Одинаковый. Итак, это плюс. Правильный ответ. Переходим к третьему примеру. Сжигать. Сжигать. Действительно ли безударное гласное в корне слова проверяется формой слова, в котором гласный звук находится в ударном слоге. Для удобства я здесь уже превращу восклицательный знак, превращу в вопросительный, превращу, трансформирую в восклицательный. Это верное утверждение. Третье. Сжигать. Итак, корень находим чередующийся. Жог-жиг. Жог-жиг, да? Жог-жиг. И здесь также можно найти суффикс а. Суффикс а. Он влияет. Следовательно, смотрим, здесь формулировка совершенно не подходит. Он не зависит от ударения. Ставим минус и удаляем этот вариант. Четвертое. Сотворить чудо. Твор-твар. Написано, что безударная позиция в корне с чередованием пишется буква О. Помните, твор-твар. Действительно, творить, сотворить, чудо, творец. И здесь эта формулировка правильная. Ставим плюс. Пятое. Подниматься в гору. Написание безударной чередующейся в корне определяется наличием суффикса а. Смотрим внимательно на морфемы. Подниматься, да? Подниматься не они чередующиеся действительно в этом глаголе. И, конечно же, есть суффикс а. Это тоже правильный ответ. Плюс. Следовательно, у нас ответы плюсы собираем. Цифры будет 245. Переходим к шестому заданию. Разберем шестой вариант. Даны следующие примеры. Читаю. Растелаться. Подровнять клумбы. Предлагают. Коснуться темы. Росток. Итак, каждое слово мы анализируем. Решаем каждый ряд. Последовательно. По порядку. Шаг за шагом. Растелаться. Стел. Стил. Если чередующаяся гласная в корне этого слова. И зависит ли она от его лексического значения. Смотрим. Стел. Стил. Есть. Соффикс а. Но это не так. Лексическое значение. Здесь ответ неверный. Ставим минус. Плюс. Зачеркиваем этот вариант. Второе. Подровнять клумбы. Если чередующаяся гласная в корне этого слова. Ровен. Клумбы. Равен. Смотрим. Действительно это есть. Подровнять. Сделать. Смотрите. Вот. Клумбы. Клумбы. Надеюсь, все знают лексическое значение этого слова. Итак. Подровнять клумбы. Все сходится. Ответ верный. Верное объяснение. Плюс. Третье. Предлагают. Предлагают. Если чередующиеся. Но здесь у нас, обратите внимание, формулировка уже меняется. Безударное и гласное в корне слова непроверяемое. То есть можно заменить, упростить. Ненаучным языком. Всегда говорят, что непроверяемое, безударное и гласное – это словарное слово. Словарное. Словарные слова вы знаете. Вы их всегда учите, читаете с начальной школы. Итак. Предлагают. Предлагать. Предложение. Лак. Ложь. Но мы здесь видим, что действительно эта формулировка неправильная. Это не подходит. Неверное объяснение. Поэтому удаляем. Ставим минус. Четвертый пример. Коснуться темы. Косн. 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 Ли здесь. Написание безударное, чередующееся, зависит от суффикса. Итак, здесь есть суффикс однократного действия. Ну. Да, вы видите, вот он стоит. Кос. Косн. Коснуться темы. Действительно. Косаться темы, но коснуться. Косаться. А. Суффикс. А коснуться, обратите, другой суффик. Это правильный вариант. Ставим плюс. Пятый пример. Росток. Росток, вы знаете, это исключение. В группе чередующихся рост, ращ, рост. И действительно все совпало. Это и исключение из правила очередующихся. Обратите внимание, значит, это верный ответ. Ставим плюс. Таким образом, у нас комбинация цифр ответов 245. Переходим к варианту следующему, седьмому. Прорешаем эту лингвистическую задачку. Это очень интересно. Потом это у вас войдет в привычку, и вы уже будете решать рофографический анализ очень быстро. Даны следующие примеры. Заросли орешника. Гореть. Поклониться. Решать уравнение. Вычитание. Итак, сравним теперь объяснение. Правильно или неверно. Обратите внимание в первый пример. Заросли орешника. Здесь есть чередующаяся роз. Выделим. Перед С пиши О. Кроме слов-исключений. Зависит от последующих глас. Согласных написано. Так. Значит, обратите внимание, эта формулировка у нас тоже правильная. Перед РАСТ СТ пиши А. Перед Щ пиши А. Перед С пиши О. Итак, заросли орешника. Второй пример. Гореть. Есть ли чередующаяся гласная в корне этого слова? ГАРГОР. И зависит ли от суффикса, который следует за корнем? Итак, гореть. Есть чередующаяся, во-первых, шаг. Шаг за шагом. Шаг за шагом последовательно. Пригорь, загорелый. Это чередующаяся гласная. И мы видим, что здесь действительно формулировка не подходит. Это гласная в корне, она не зависит от суффикса. Итак, вычеркиваем неверное. Третье. Поклонница. Если чередующаяся, клан-клон. Безударной позиции в этом корне с чередованием пишется буква О. Давайте проверим. Итак. Поклонница. Курсивом выделим сильное место в этом слове. Русское ударение. Поклонница. Можно слово даже пропеть. Поклонница. Поклонница. Итак, действительно ли это зависит от ударения? Ударение. Да, безударной позиции пишется О. Действительно все сошлось. Правильный ответ. Четвертый. Решать уравнение. Очередующаяся гласная в корне слова действительно ли зависит от его лексического значения? Равен. Ровен. Вы все помните этот пример, который мы уже решали. Подобных мы его находили. Подобных примерах. И последнее, пятое. Вычитание. Чет-чит. Если чередующаяся гласная в корне. И не определяется ли правилом, то есть является ли исключением. Смотрим. Значит, это не исключение. И у нас тогда ответ, где плюсики, собираем, это получается 134. Ответ у нас следующий. Переходим к восьмому заданию. Восьмому заданию здесь опять же даны примеры. Читаю. Затирать швы на кафеле. Касаться ладонью. Обгореть под солнцем. Примерять платье. Продерусь сквозь заросли. Если во всех словах чередующаяся гласная, всегда начинайте с этого. Возможно, здесь даже и не чередующаяся, а проверяемая безударная гласная или непроверяемая безударная гласная в корне. Далее всегда смотрите на слова, которые даны рядышком в скобочках. Они ваши помощники, ваши подсказки. И в-третьих, всегда аналитический. То есть это очень долго и утомительно, конечно. Но потом это войдет в привычку. И сложное станет простым. От сложного к простому. Вот такой девиз орфографического анализа восьмого задания. Я надеюсь, что вам стало все ясно. Все эти задания вы можете взять в банке открытых заданий на сайте FIPI. Также они все в открытом доступе. Прорешайте. Посмотрите внимательно, есть ли здесь ответы. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok